Украинец в польской прокуратуре, выборы в Румынии, Испании, а также украинка лучшая каратистка мира. Об этом и не только пойдет речь в выпуске новостей на UATV. В студии работает Артем Бибик. Задержанного украинца Игоря Мазура доставили в районную прокуратуру в польском городе Хелм. Там будет решаться вопрос, когда состоится суд по избранию меры пресечения. Следит за ходом этого дела в Польше и корреспондент Украинформа Юрий Бонахевич. Он на связи со студией. Юрий, что известно на данный момент? Ждем подробностей. Здравствуйте, Артем. Да, около часа назад в прокуратуру города Холм был доставлен Игорь Мазур. Его доставили автомобилем по городичной службе Польши. Доставили без наручника. Выглядит он довольно хорошо. Здесь прокуроры решат, когда состоится заседание суда о временном задержании, о временном аресте Игоря Мазура. Скорее всего, это произойдет в течение ближайших суток в городе Люблин. По словам представителя Генконсульства Украины в Люблине, сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия. Наши дипломаты готовы взять Игоря Мазура на поруки. Мы следим за ходом событий и будем сообщать, как дальше будет развиваться ситуация. Студия. Спасибо тебе, Юрий Бонахевич, новостями из Польши. В прокуратуре города Холм должны определиться с датой суда, на котором для украинца изберут меру пресечения. Игоря Мазура задержали накануне на одном из польских пограничных пунктов во время его поездки. По приглашению экс-вице-спикера страны, задержанного украинца накануне посетил консул. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, Кремль в очередной раз использовал Интерпол для политического преследования украинских граждан. Игорь Мазур – активист и участник революции достоинства, участник боевых действий на Донбассе и главный специалист секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Первый тур президентских выборов проходит в Румынии. Избирательные участки по всей стране заработали в 7 утра и закроются в 9 вечера по местному времени. Явка пока составляет около 10%. Правом голоса обладают свыше 18 миллионов человек. В гонке за президентство принимают участие 14 кандидатов. Среди них действующий глава Румынии Клаус Йоханнес. В случае, если ни один из претендентов не получит абсолютного большинства голосов, 24 ноября состоится второй тур голосования. Ожидается, что результаты первого тура объявят уже завтра. Я ожидаю, что что-то должно измениться, нормализоваться, стать лучше. Я хочу, чтобы все изменилось, но даже не для нас, мы уже устали, а для молодого поколения. Еще одни выборы проходят сегодня в парламент Испании. Во внеочередных выборах принимают участие пять партий. Избирательные участки в Каталонии охраняют службы полиции и военные, дабы предотвратить протесты и беспорядки. Это уже четвертые парламентские выборы за последние четыре года. Их цель – решить политический кризис в стране. Он начался после референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Официальный Мадрид его результатов не признал и усилил контроль за местной властью. 51 год назад украинец Василий Макух в знак протеста против тотальной русификации Украины поджег себя на Крещатике. Это был первый акт самосожжения в Украине. Протестовал Макух и против советской оккупации Чехословакии. Подробнее об украинском диссиденте Анастасия Фетченко расскажет. Он родился на Львовщине, был разведчиком в украинской повстанческой армии. За это советская власть осудила его на 10 лет каторжных работ в лагерях. После возвращения тяжело переживал русификацию Украины и тоталитаризм. Накануне празднования годовщины Октябрьской революции, когда в Киев должны были приехать иностранные дипломаты, Макух решил привлечь их внимание. Готовиться начал заранее. Он пошел в церковь, когда был в гостях у сестры. Исповедовался, потому что был религиозен. Рассказал, что хочет сжечь себя в протест против русификации Украины. Василий взял трехлитровую банку бензина, бросил туда яблок, будто это консервы, чтобы никто ничего не заподозрил. И уже в Киеве облил себя этим бензином. А еще написал письмо, которое недавно нашли в рассекреченных архивах. Михаил Рябцев знает текст наизусть. Коммунистическая партия Украины, как собачка, хвостиком махала перед российской. Он в этом письме говорил, что украинский язык запрещают и унижают. Коммунисты самосожжения пытались объяснить тем, что Макух невменяемый. Но Василий четко объяснил, что приносит себя в жертву не режиму, а украинскому народу. И дописал, я хочу, чтобы следующие поколения не боялись бороться за Украину. Письмо Рябцев зачитывает школьникам на могиле Макуха в Днепре. Рассказывает, хоронили его тайно, чтобы поступок диссидента не вызвал цепной реакции протестов против советской власти. Дело Макуха всячески скрывали, но утаить от мира так и не смогли. Информация буквально за несколько дней после всего потрапала. Информация о его поступке буквально через несколько дней попала в иностранные СМИ. Радио «Свобода» «Голос Америки», который в СССР называли вражескими голосами, рассказали о самосожжении Макуха. Это поразило мир. Макуха считают символом несгибаемости. Он вдохновлял других постоянно бороться за украинский язык, за Украину. И его идеи со временем победили. Именем Макуха назвали улицу в Днепре, а еще мост в Праге. Там каждый год почитают память украинского диссидента. Анастасия Федченко, Наталья Гусак, ЮЭТВ. Украинка – лучшая каратистка мира. Всемирная Федерация карате опубликовала итоги сезона, по которым одесситка Анжелика Тирлюга получила статус «Лучшая каратистка мира в категории до 55 килограммов». С начала 2019 года в шести турнирах спортсменка завоевала пять золотых и одну бронзовую медаль. В олимпийском рейтинге Тирлюга идет вторую, уступая лишь спортсменке из Турции. Однако в отборе на «Токио-2020» они занимают одинаковую позицию в рейтинге. Использовать научно-технический прогресс в интересах мира и развития на благо человеческой цивилизации – это девиз Всемирного дня науки, которая отмечается сегодня, 10 ноября. И для того, чтобы популяризировать научную отрасль, сделать более понятное и интересное широкому кругу, организовали День науки в Украине. Десятки локаций, исследований, физических экспериментов и лекций проводятся на протяжении четырех украинских городах. Там специализированные институты открыли свои двери для желающих познать мир науки. В одном из них побывали и корреспонденты UATV. Увидеть мир под микроскопом, посеять микроорганизмы, посмотреть на скрытое сияние. В рамках Дней науки в Украине Институт молекулярной биологии и генетики на день стал доступен для каждого. Этот формат предусматривает, что двери научно-исследовательских институтов открываются для всех граждан. Ученые ставят свои микроскопы в коридоры, и каждый желающий может в них заглянуть. Дни науки в Украине проводят уже в шестой раз. Участвуют в них сотни ученых-демонстраторов и десятки тысяч посетителей. Инициаторами стали молодые ученые Национальной академии наук. Мы поняли, что нужно популяризировать критическое мышление среди населения. Единственная отрасль человечества, в которой действительно присутствует критическое мышление, это наука. Познать мир науки приходят взрослые и дети. Каждый уносит отсюда что-то новое и удивительное. Послушать лекции о научных достижениях и пообщаться с учеными. Семилетняя Оливия заинтересовалась бактериями. Мы делали микроорганизмы в баночки. Теперь их нужно положить в тепло, и у нас вырастут такие же белые точечки. И с их помощью можно делать кефир. Возле микроскопов не протолкнуться. Всем интересно посмотреть на человеческие клетки, выращенные учеными института. Инфузории туфельки и дафнии – микроскопические рачки. В институтах любят работать с дафниями, поскольку они являются индикаторами качества воды. Очень чувствительны к токсинам. Рядом показывают интересные опыты. Ученые создали молекулы, которые способны переключаться под воздействием света и проявлять антимикробную активность. В будущем мы планируем использовать этот принцип для веществ, которые обладают противораковой активностью, чтобы можно было руководить процессом лечения. В этом году в масштабном проекте принимают участие научные учреждения музея Киева, Ивано-Франковска, Житомира и впервые Запорожья. В общем, за 6 лет к инициативе присоединились 15 городов. Больше новостей об Украине ищите на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Следующий выпуск новостей на русском в 15.00 по Киеву. Все самое важное на UATV не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин